Поздравляю всех с праздником, державной иконой Божьей Матери. День для России особенный. Император Николай Александрович вынужден был по просьбе в председании Государственной Думы для блага народа, как они думали, отречься от престола. И с тех пор до, можно сказать, сегодняшнего дня наш народ многие страдания за это претерпел, за такую измену. Но Господь не оставил. И в этот же день явилась в селе тогда еще Коломенском, в Речерте, Москве, сейчас это Москва, иконы, державные иконы, державные Божьей Матери, где она изображена в виде такой императрицы, держащей в руке скипетра и державы. У нас в этой иконочке есть такая, вот большая в том углу, и там на потолке, вот в том блафоне, она тоже изображена. Эта икона, тем самым, как бы сама царица не обойтись на земле, дала всем верующим такое знамение, что отныне она будет заботиться о тех, кто будет к ней прибегать, о том небольшом количестве верующих людей, которые остались верны вере православной, Евангелию, Господу нашему Иисусу. Поздравляю всех с первой нашей прежде священной литургией, всех причастников с принятием Таин Христовых, и они нам, святые тайны, должны послужить для того, чтобы мы укрепили свои силы духовные, потому что цель причащения – это приобщение Богу. Господь так устроил, да, Он нам этот удивительный дар, который даже ангелы не имеют, для того, чтобы мы, грешные люди, могли приобщаться к благодати Божьей, вот, с целью победы над грехом. И вот сегодня мы в стихирах воспевали «Постимся, братья, телесно, постимся и духовно». Поэтому обязательно нам нужен не только телесный пост, но и прежде всего духовный. Кто не знает, что такое духовный пост, это значит воздержание от греха. Например, есть у нас вообще распространенный грех. Мы неправильно используем наш язык. Господь дал нам дар речи и разума. Это есть в этом тоже запечатленность Его Божества, потому что Сам Иисус Христос – это есть воплощенное Слово. И дад нам разум и словесность для прославления Бога. А мы, к сожалению, язык свой употребляем во всяких грехах. На пустые праздные разговоры, на осуждения, на сплетки, на то, чтобы какие-то слова нехорошие произносить и так далее, и так далее. И вот если мы хотим духовно поститься, то мы должны воздерживаться не только от пищи скоромной, но и от всего скоромного, что произносит наш язык. Это, конечно, гораздо труднее, но возможно. Для этого вообще лучше всего научиться вообще молчать. Потому что без этого нельзя ни молитвенно научиться, ни чему, потому что всякий лишний разговор, он только рассеивает нас. И если человек что-то спрашивает, ответить нужно, конечно, а то будет невежливо. Но ответить нужно не больше того, что он спрашивает. Мы обычно по всякому пустяку готовы, так сказать, вот нас спросили на копейку, а мы отвечаем на 10 миллионов. Нужно отвечать точно и ровно, но поставить. Вот так все лишнее, то только мешает нашему соединению с Богом. Потому что через нашу речь лучше всего выявляется сущность самого человека. Поэтому вот, допустим, взять роман какого-нибудь писателя, или статью какого-нибудь журналиста, или стихи какого-нибудь поэта, который даже жил там очень давно. И вот, читая эти стихи, казалось бы, человек уже умер, и кости истлели, но слово его осталось. И то по этим словам вполне можно понять, что это был за человек. Тем более от речи. И вот в речи нашего все наша греховная сущность и выражается. И тщеславие, и превозношение, и, ну, и можно до вечера перенеслить. Поэтому, когда мы молчим, мы эти все качества в себе подавляем. Вот есть два способа борьбы с сорняками. есть вырвать с корнем, а можно просто досками покрыть, не будет расти. То есть подавить. Вот здесь, если мы не можем с корнем выдернуть там много глаголов из своего сердца, то мы должны стараться хотя бы подавить. Вот тогда через, если мы будем упражняться в молчании, если мы будем поститься от слов наших, то этим самым мы будем способствовать и победе над многими другими грехами. Над той же гордостью, например. Потому что все святые отцы рекомендуют, кто хочет избавиться от тщеславия, тот должен, во-первых, научиться молчать. Потому что никаким образом тщеславие лучше не проявляется, как через речь. Потому что только через речь лучше всего человек может себя каким-то образом выказывать, превозносить, что-то из себя изображать, по-всячески рисоваться, выпендриваться и так далее. А если человек молчит, тут даже если его раздирает, распирает, то нужно употребить усилие воли, помолиться, чтобы это в себе потребность, желание угасить. Вот это будет настоящий пост. Это гораздо важнее, чем что-то не есть или что-то не пить. Примерно в 1592 раза это поважнее. Ну и труднее, конечно. Что-то не есть, это просто. Это для маленьких детей. А может тут люди все взрослые собрались, постящиеся не первый раз, поэтому нам нужно уже переходить к более сложным вещам. Это не значит, что предыдущие нужно оставить. Нет, надо в пище тоже воздерживаться. Но важнее, конечно, духовно. Спасибо всем, Господи.